Всем привет, друзья! С вами Доминиров и сегодня мы купили подписчику 226 уровней Gold Pass, то есть это весь Gold Pass, до даймондовой медальки. Посмотрим, что же выпало со стольких кейсов. Здесь и хамелеоны, и фан-сан кейсы, которые имеют в себе только на жизнь. Здесь есть обычные оружейные кейсы этой коллекции, также стикер-паки и многое другое. Друзья, перед началом ролика, пожалуйста, поставьте лайк, потому что это очень дорогой контент для нас выходит. Не забудьте подписаться и все, кто хотел бы участвовать в раздаче этого Gold Pass, обязательно напишите в комментариях и подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там будет как раз-таки розыгрыш. Сегодня мне будет помогать Лоникс, он тут в дискорде с телефона, будет наблюдать за тем, как это все будет выпадать. Здорово, Лоникс! И Лоникс молчит. Я же сказал, Тахова. Вот, вот. Снимаем мы, короче, все одним дублем, поэтому качество здесь вы можете не ждать. Наша просто задача посмотреть, что дропнется. Начнем мы с обычных базовых кейсов. Скажи, видно тебе все окей? Все видно, хорошо. Поехали с базы. Это хамелеон кейсы, их тут достаточно много. Я сейчас сделаю немножечко звук потише. Так, применить. Все, классное обновление вышло. Ребятки, напишите в комментариях, как вам одного, все ли понравилось. Посмотрим, насколько везучий этот аккаунт и, как обычно, база, сатрековская эмочка, нормально. Хотя могли выпасть перчаточки. Ставьте ставки в комментах, что дропнется опять перчатки. Пролетает, да и бог с ними. С перчаток же я никого не убью, правильно? Правильно, давайте дальше. Вот. Ну, опять же, наверное, интересно. Конечно же, ясен красен. Какие же нам дропнутся ножи? Потому что их будет целых пять штук. Я уверен, что эта игра меня троллит. Это база, что на моем аккаунте, что на этом. Очень. Стой же ты, ну что же ты. Ну хотя бы хоть одну аркану, хоть где-то выпало бы. Было бы вообще шикарно. Круто, на самом деле, что сделали теперь... Это угар какой-то. Это луковый угар, пацаны. Круто, что сделали такую штуку, что теперь можно скины из паса открывать киисом, а также их продать на перспективу. Я, на самом деле, рекомендовал бы их не открывать, потому что, скорее всего, вам ничего не выпадет. Но мы будем с вами смотреть от того, что имеем. Лоникс, как тебе обновление? Расскажи, в принципе, эмоции свои. Плохая. Есть так и плюсы, так и минусы. Особенно выделяется то, что упали вторую кнопку кидания гранаты, потому что эта вещь наиболее продвинутая и важна для некоторых игроков. Ну, просто многие к ним привыкли, я так понимаю. Но, насколько я знаю, что это была ошибка баг, поэтому это исправят. Ожидайте в ближайшие патчи, это дело все пофиксит. Я не знаю, сколько аркан мне пролетает, но я серьезно расстроен. Мы уже доходим до эмпайр кейсов. И нам, опять же, ничего не падает. Я помню, как эти эмпайр кейсы вышли. Мне, типа, перчатки друг за другом падали. Это было прям буря эмоций для меня. Надеюсь, что у вас не сильно лагает картинка. Так, у нас с вами последний парк есть. Пошли потом фейблы. И начнем уже ту самую жару, ради которой мы здесь все-таки собрались, ребятки. Еще участвуйте в прокачке в интере, потому что этот аккаунт мы прокачали. Прокачали его на звание, прокачали его в ММ, в напарниках. Еще и на Гоуд Пасс, как видите, прокачали. Поэтому участвуйте. Абсолютно у всех есть шансы у Иры. Вопрос вашей активности. Также не забывайте заходить на стримчики. Короче, контента много. А людей, кто его смотрит, очень-очень-очень мало. А бабочка у нас опять не падает. Эх, это грустно. Какой тебе ножик из новой коллекции больше всего понравился? Ты их вообще помнишь? Или сейчас будем смотреть их? Из этих коллекций мне помнится Керамбит, Танто, Скорпион, или там Флипкнайф, я не помню. Вот. И еще там... А, и Кукри тоже. Кукри. А какой нож понравился? Больше всего Керамбит понравился. С разным паттерном. Он более красивый. Вот у нас осталось еще пару ревенш-кейсов. Мы сейчас базовые кейсы пооткрываем. Да ну нафиг. Да, конечно же, действительно, P90. Ну, спасибо, хоть статрековский выпал. Подкрываем еще парочку кейсов. И начинаем приступать к самому интересному. Это дропу вообще. Какие нам скинчики выпадут. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы на этот аккаунт выпала новая статрековская М16. Она очень круто выглядит. Ну, вообще, в принципе, это самый нормальный скин, который здесь есть. У нас осталось последние два кейса. Как думаешь, выпадет нам что-нибудь? Да должно быть. Сколько мы уже кейсов открыли, уже должно какая-нибудь аркана выпасть. Давно, да. Ну, вы в итоге увидите, какой дроп падает в стенд-оффе. И надеюсь, что вы не сильно разочаруетесь, покупая себе пас или уже купив. Обязательно к просмотру этот видеоролик, пацаны. А кто отправит этот видос 10 своим кентам, и те тоже поставят лайк и напишут комментарий. Мы разыграем много промокодов. Мне дали много новых крутых промокодов, которые вам помогут купить новенький Gold Pass. А мы начинаем. Я думаю, что сделаем разогрев обычным сначала кейсом, ножевым. Да? И потом уже будем потихонечку. Ну, там 10 обычных, 1 ножевой. Ну, короче, так. Потому что подряд открывать это будет слишком предсказуемо. Нам, конечно, важно, чтобы дропнулся именно этот керамбит. Потому что, ну, он самый нормальный. Мне кажется, он самый дорогой будет. Здесь, конечно, есть крутой нож. Вот этот, Sting. У Sting есть своя анимация в том числе. Поэтому всякие даггерсы и тому подобное мне неинтересно. Как думаешь, сейчас какой ножик нам выпадет? Твой предикт. Судя по тому, что у тебя на твоем аккаунте выпадет хамбит, то, наверное, на этом аккаунте выпадет танто. Выпадет танто. Логика железная. Поехали. Ох, всегда бы, всегда бы такие кейсы дропали. И нам падает просто Скорпион охуя. Я просто... Вы поняли меня. Короче, это Габелла. У нас еще остается 4 ножевых кейса. Мы пошли к оружейным. У нас здесь есть асвал. М-16. И больше-то ничего нет. Тоска. Тоска. Мы открываем. Я думаю, что... Давай. Ну, вау. У меня очень много асвалов выпало. На аккаунте даже один статтрековский дропнулся. И это было очень круто. А эмочка вообще шик. Она похожа на Мирмайн. Та же самая текстура. Просто по-другому разукрашенная. Ну, блин. Ну, что же такое? Эмоций нет. Лоникс максимально спокойный. Если бы это был его аккаунт, он, наверное, бы все-таки переживал, нервничал. А так? Ну, а что так? Здесь просто дроп есть и нормально. Вот. Так. Боже мой. Насколько же все плохо в стенд-оффе с дропом. Вот серьезно. Я открыл столько кейсов. Я даже легендарку не видел. Ну, как говорится, распишитесь, получите. Получите, распишитесь. Пока ничего интересного не дропается. Многие захотят отлистать этот видеоролик сразу к концу, чтобы посмотреть, какой дроп все-таки упал. Я вам этого не рекомендую делать, потому что у нас на протяжении ролика будут кодовые фразы, которые вам надо будет сказать. Когда я вам напишу, если вы их скажете, то вы получите халявный нож. Вот так вот. Всего несколько человек будет. Нормально. Вал. Давай статрековский. Вообще с кайфом. Ну, пофигу. В любом случае, легендарка это лучше, чем все, что здесь дропается. Нам бы одну аркану хотя бы. Да ну нафиг. С кайфом. С кайфом. Три вала подряд. Это круто. Давайте еще один выбьем. Хоть как-то... Конечно. Конечно. Спасибо. Просто посчитайте, сколько голды в этих кейсах. Сколько рублей в этих кейсах. Грубо говоря, если бы это все дело не открывать, а дождаться на рынке и продать. Я полагаю, что вышло бы намного больше, чем мы сейчас по итогу выбьем. Также обычный вау нам дропается. Блин. 230 уровней голд пасса. Я... Я не понимаю эту игру. Типа, ну, люди же, наверное, хотят что-то крутое выбивать. А если не крутое выбивают, они еще больше донатят. Здесь у нас, видимо, методика наоборот. Чем у нас хреновый ядрок, тем больше люди покупают. Чтобы хоть что-то... Да ну нафиг. Да ну нафиг. Да ну нафиг. М16 выпало. Аркана первая, друзья. Поздравляю. Вот это хорошо. Надеялся я, что это будет статрековская версия. Но... Увы. А бы что, да. Но это лучше, да. Надену свои топовые очки. И мы продолжаем. Мы продолжаем открывать. Блин, Аркана это сладко. Это, конечно, хорошо. Да ну нафиг два! Да ну нафиг! Ой-ой-ой-ой-ой. Вторая Аркана подряд. Вот это... Это все из-за очков. Вот это тема. Давайте еще разок. Пока игра в Прайме... Была... Недолго была игра. Ну, две Арканы уже неплохо для начала открытия. Хотя, мне кажется, там немножко остается. У нас еще есть стикер паки. Нам опять выпадает гребаный Тритон. Ставь лайк, если не хочешь, чтобы тебе выпал этот Тритон. Хотя бы статрековский. Давай, давай. Стой! Нормально. М40. Круто. Лучше бы я кейс оставил. Если бы я знал, откуда выпадает Аркана, я бы лучше открыл эти Арканы и кейсы, а все остальное продал. Мы живем с вами в такой сериальности. Блин, представьте, сколько кейсов. Они не заканчиваются. Еще один вал нам дропается. Очень круто. Мне кажется... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Статрековский вал так же, как и на моем аккаунте. Жалко, что этот вал без паттернов. Потому что, я думаю, если были бы разные паттерны, он хотя бы неплохо бы смотрелся. MP5. MP5. Так, Лоникс, давай. Вот если ты угадаешь, что из этого кейса выпадет, мы тебе дарим промокод. Угадай. Фанфал. Он ставит ставку на фанфал. Кстати, классный фанфал фиолетовый. Давайте попробуем. Близко было счастье, но, увы. Нам падает еще один асфалт. А вот вам и фанфал. Вот немножко не хватило. О, кстати, еще и статрековский. Красивый фанфал. Мне нравится. Немножко не хватило для счастья. Но ничего страшного. Мы дадим Лониксу еще один такой шанс. Но попозже. Я думаю, когда мы будем на живые открывать, чтобы прям совсем... Да ну, вал. Кайф. Блин, сколько же асфалов. Еще один статрековский. Нифига себе. Слушайте, в принципе, в принципе, неплохо. Две арканы, два статрековского вала и очень много-много легендарных валов. Это хорошо. Еще статрек выпал нам. Давай еще вал. Ну, короче, я так понимаю, до конца этого нам больше ничего дропаться не будет. У нас очень мало этих кейсов остается. Мы уже целых 11 минут снимаем. И вал нам опять не попадается, к сожалению. Так. Ну, е-мое. Что же такое? Блин, нет. Асфал здесь, видимо, он метовый. Он часто выпадает. И, скорее всего, он ничего особо стоить не будет. Эмки обычные тоже. Вот статрековскую эмку, если выбить. Ну, в принципе, хотя бы один паса купить можно. Но не все, которые до 230 уровня. Медалька прикольная. Может быть, себе на основу буду такую брать. Но пока еще не сильно уверен. Блин, вот тут как бы интересно. Могла ведь еще одна Аркана выпасть. Как думаешь, еще одна Аркана нам дропнется отсюда? Да. Лоникс говорит, что да. Давайте. Вот есть у него вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять кейсов у него есть на то. Вроде десять, да? Да, десять кейсов есть на то, что выпадет Аркана. Если она ему выпадает, то он получает промокод. Давайте. Сейчас Бахаркана дропается. Увы, у нас пока не дропнулось. Но я верю, я очень хочу, чтобы еще одна упала. Видите, столько Аркан пролетает. Значит, следующий кейс будет у нас покруче. Главное, случайно на живой вот так не открыть. На плюс, вот они там, вот твои промокоды Лоникс. Они улетели, к сожалению. Блин, вот бы круто, если бы можно было эти скины крафтить. Типа, собрал там десять валов статрековских, скрафтил, пущу себе шестнадцать статрековскую. Нормальная тема же. Хочется посмотреть, что будет дропаться из стикер паков. Давай, вал, давай. Да, у вас вал выпал, это круто. Блин. Кто насчитал, сколько валов нам выпало? Напишите в комментариях. Первый комментарий, кто укажет правильное количество, будет на пятьдесят процентов выше шанс получить халявный промо. У меня на стриме. Поэтому давайте участвуйте. Пока что-то арканы-то не падают. Лоникс, видимо, сглазил это все. Хрэвен щеткой. Хрэвен щеткой. Давай, ножик падает. Не падает. Уго. Ну, сейчас мы всю голоду потратим чисто на кейсы еще. Так, ну все. У нас последний обычный кейс. Именно оружейный остается. Валов фигово тучи. Реально, очень много асфалов выпало. Так, и остаются теперь чармики и несколько ножевых. Фейбл бокс мы трогать не будем. Вы просто посмотрите, что нам дропнулось. Если по количеству валов, то их два статрековских. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь обычных. Две аркановские эмочки. Блин. Ну, как будто бы не так уж и плохо, как казалось. Мы открываем один кейс. Давай, угадывай, оникс, какой дропнится нож. Я ставлю, что это будет кукри. Я ставлю, что это под керамбит. Керамбит. Поехали. Ну, ониксон хорош, мега хорош. А мы поехали открывать... А, у нас еще есть чарм паки. Блин, круто. Оттуда выбить аркану будет неплохо. Кстати, Ленчик мне скидывал, что у него выпал стикер. У него выпал стикер аркановский. Но он тоже ничего не будет стоить. К сожалению, большому сожалению. Хочется скипать. Типа, ну, ты видишь, что тебе ничего не дропнется, чтобы не тратить время и сразу скипать. Блин, реально большое открытие. У нас на целых 15 минут уже открытие кейсов. Нифига себе. Поехали дальше. Нормально, Лего, в принципе, с пивом потянет, конечно, посредственно Лего. У нас еще очень-очень много именно вот этих... Давай. Нет, нет. Блин, как думаешь, аркановский бревок дропнется отсюда? Как раз-таки серфер. Да, хлопнется. А я ставлю ставку, что нет. Это классика стендов, друзья. Давайте посмотрим, кто же в студии аналитики будет более уверен. Я уверен, что нам еще максимум 2 леги выпадет с этих чармпаков. И мы на этом, в принципе, закончим, я чувствую. Вот она у нас первая идет. И все подкручено, поэтому, ребята, я все знаю. Я знаю, что выпадет. Вот она, вторая падает. И все. После этого мы с вами не утаим абсолютно нифига. Максимум третья. Арканы не будет. Блин, кстати, нормально, 2 леги дропнулось. Хороший, кстати, бревок. Фан Эн Сан. Такой полузолотой. Средственный. На ТХ может. А? На ТХ можно надеть. На ТХ слишком дешевый бревок будет. Да, он будет смотреться. Но, к сожалению, цена не будет топовой. Вообще, кстати, надо посмотреть будет, что, сколько будет стоить. Если вам интересен ролик, что, сколько примерно будет стоить. Напишите об этом в комментариях. И я запишу вам этот видос. Пока серфер нам не падает. Как бы обидно это не звучало. Он все не долетает. Либо перелетает. Все никак нигде. Вот их два было. Давай фламинго хотя бы. Увы. Блин, остался последний. Оникс. Вот так вот. Граффити я, наверное, открывать не буду. У нас есть стикер паки, пацаны. Блин, если вам интересен видеоролик, где я открою все эти стикер паки и еще три ножевых кейса, напишите в комменты, поставьте лайк. И я выпущу сразу же этот ролик. Прям вот сразу он будет. А на этом мы, собственно, заканчиваем. Не будем пока дооткрывать остатки. Потому что уже целых 17 минут мы записываем этот видеоролик. Очень много открывать. Еще предстоит больше. Поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok